Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию предоставляется практическая работа номер 4. Карагандинский технический университет, кафедра энергетической системы. Для студентов по образовательной программе 6B07108 теплоэнергетика. По дисциплине система вентиляции и конденцинирования. Тема составления теплового баланса помещения и выбор системы вентиляции и конденцинирования. Подготовил магистр технических наук, старший преподаватель кафедры энергетической системы Бадисенов Голуил Музанович. Цель работы научиться составлять тепловой баланс помещения и выбор, выбирать систему вентиляции и конденцинирования. Общие сведения. Тепловой баланс расчетного помещения составляется для определения избытков или недостатков тепла, которые должны компенсировать систему кондиционирования воздуха. Даже если бы в помещении не было системы обеспечения микроклимата, то системы оттепления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Баланс тепла все равно бы соблюдался. Просто баланс существовал бы при температурах внутреннего воздуха неприемлемых для человека в некомфортных условиях. Наличие системы кондиционирования воздуха позволяет обеспечивать тепловой баланс при требовании температуры внутреннего воздуха. Таким образом, если при расчетной температуре внутреннего воздуха баланс не соблюдается, то есть имеют место избытки или недостатки теплоты, система кондиционирования воздуха, сокращенно СКВ, должна скорректировать баланс, введя в помещение точно такое же количество теплоты, но с противоположным знаком. В помещениях различного назначения действуют две основные категории тепловых нагрузок. Первое. Тепловые нагрузки, возникающие снаружи помещения, наружные, и тепловые нагрузки, возникающие внутри зданий, внутренние. Наружные тепловые нагрузки представлены следующими составляющими. Теплопоступление или теплопотеря в результате разности температур снаружи и внутри воздуха здания через стены, потолки, полы, окна и двери. Разность температур снаружи здания и внутри него летом является положительной, в результате чего имеет место приток тепла снаружи во внутрь помещения и наоборот. Зимой эта разность является отрицательной и направление потока тепла меняется. Теплопоступление от солнечного излучения через застекленные площади данная нагрузка проявляется в форме ощущаемого тепла. Солнечное излучение всегда создает положительную нагрузку как летом, так и зимой. Летом эта нагрузка должна быть скомпенсирована, а зимой она незначительна и интегрируется с теплом, вырабатываемая установкой искусственного климата. Наружный вентиляционный воздух и проникающий в помещение воздух за счет инфильтрации может иметь также различные свойства, которые, однако, почти всегда контрастируют с метеорологическими требованиями от помещений. Летом горячий и влажный, в некоторых широтах наоборот сухой. Наружный воздух существенно влияет на работу остановки, охлаждающий, осушающий воздух. А зимой холодный и сухой или, наоборот, влажный. Наружный воздух должен быть подогрет и увлажнен. И только в промежуточный период между двумя этими временами года наружный воздух может быть в какой-то мере использован в форме бесплатного охлаждения помещений. Следует отметить, что наружные тепловые нагрузки могут обладать различными свойствами, то есть могут быть положительными и отрицательными на зависимость от времени года и времени суток. Внутренние тепловые нагрузки в жилых, офисных или относящихся к сфере обслуживания помещениях слагаются в основном из 1. тепловыделяемого людьми, 2. тепловыделяемого лампами и осветительными приборами, электробытовыми приборами, холодильниками, плитами и так далее, то есть в жилых помещениях. И тепловыделяемое работающими приборами и оборудованиями, компьютерами, печатающими устройствами, фотокопировальными машинами и прочее. В офисных и других помещениях. В производственных и технологических помещениях различного назначения дополняются источниками тепловыделений могут быть нагретое производственное оборудование, горячие материалы, в том числе жидкости и различного рода полуфабрикаты, продукты сгорания и химических реакций. Все перечисленные внутренние тепловые нагрузки являются всегда положительными, и поэтому в летний период они должны быть устранены, а зимой за счет их снижается нагрузка на установке обогрева. Тепловой баланс расчетного помещения составляется для определения избытков или недостатков тепла, которая должна компенсировать система кондиционирования воздуха. Даже если в помещении не было систем обеспечения микроклимата, то есть системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, баланс тепла все равно бы соблюдался. Просто баланс существовал бы при температурах внутреннего воздуха, неприемлемых для человека, некомфортных. Наличие системы кондиционирования воздуха позволяет обеспечить тепловой баланс при требуемой температуре внутреннего воздуха. Таким образом, если при расчетной температуре внутреннего воздуха баланс не наблюдается, то есть имеет избытки или недостатки теплоты, СКВ должна скорректировать баланс, ведя в помещение точно такое же количество теплоты, но с противоположным знаком. Таким образом, для определения расчетной тепловой способности системы следует произвести расчет избытков теплоты в помещении путем суммирования всех теплопоступлений и теплопотерей с учетом знака. Теплопотери учитываются со знаком минус. Таким образом, для определения расчетной тепловой способности системы следует произвести расчет избытков теплоты в помещении путем суммирования всех теплопоступлений и теплопотерей с учетом знака. Теплопотери учитываются со знаком минус. На данном рисунке схематически показаны теплопоступления и теплопотери в помещении общественного здания. То есть, это идет к расчетку избытков теплоты. Со знаком плюс у нас берутся солнечная радиация через покрытие, солнечная радиация через остекление, теплопоступление от людей, теплопоступление от системы отопления, теплопоступление от освещения. Таким образом, для определения расчетной тепловой способности системы следует произвести расчет избытков теплоты в помещении путем суммирования всех теплопоступлений и теплопотерь с учетом знака теплопотери учитывается со знаком минус. Уравнение теплового баланса в помещении в цехе равно Q поступающее, равно Q необходимое. Для существующих избытков теплоты, либо для отапливания необходимого установка конденсирующих установок с получением суммарной мощности. Можно сказать, что теплопотери – это отрицательное теплопоступление. Два термина используются лишь для того, чтобы в разговорной речи и при записи большинства расчетных зависимостей не указывать знака минус перезначением тепловых потерь. Учитывая наличие знака минус перезначением тепловых потерь, результат суммирования в теплопоступлении теплотерь может оказаться как положительным, так и отрицательным. В первом случае это говорит об избытке теплоты в помещении, а в втором случае – о недостатке теплоты. Два термина опять-таки используются исключительно ради того, чтобы не упоминать все время действительный знак результата вычислений. Выбор системы кондиционирования воздуха и их количества. Необходимая холодильная мощность выбирается, исходя из избытков тепла в помещении, с учетом потребностей в очистке воздуха. И в зависимости от необходимой холодильной мощности по справочным данным выбирается тип, марка и количество кондиционеров. Необходимое количество сплит-систем для помещения рассчитывается по формуле. n-маленькое равно q-избыточное разделить на q-конт, где q-конт – это холодильная мощность кондиционера, а q-изб – это избытка тепла в помещении. На данном слайде вам представлено приложение А, которое необходимо нам для расчета теплопотерь. Контрольные вопросы по теме. Так, вопрос первый. Что такое тепловой баланс? Вопрос два. Структурные схемы систем кондиционера воздуха. Вопрос три. Назначение систем кондиционирования воздухом в общем комплексе кондиционирования микроклиматознаний. Вопрос четыре. Гибридная вентиляция. На этом все. Спасибо за внимание. Вопрос три. Продолжение следует...